Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня вместе с вами мы вспоминаем святого священномученика Ермогена, патриарха российского, который исповедник веры и защитник России в те времена, когда со всех сторон шла всякая там интервенция, опасности всякие, тучи сгущались в смутное время и требовалось очень такое твердое, четкое исповедание. Вот именно священномученик Ермоген, он был как кремень, когда все бояре там колебались, готовы были подчиниться полякам, там кому-то еще, всякие движения, течения, друг друга разоряли. И вот только благодаря, ну не только благодаря Ермогену, но в том числе и благодаря его служению Русь смогла выстоять. Так вот, святой священномученик Ермоген, на самом деле, он к Москве не очень имел большое отношение, потому что он родился вообще в Казани. И тут надо бы вспомнить, что, собственно, что такое Казань, ведь когда он родился, это был 1530 год, то это вообще ведь казанское ханство. Вот, помните, да, казанское и астраханское ханство, они возникают после распада Золотой Орды, и вот возникают такие улусы, где татары, вот преемники того самого монгольского ханства, и они часто делают набеги и постоянно уводят каких-то вот пленников. И, кстати, буквально за год до рождения святого Ермогена, там в 1529 году в Казани был умучен русский воин, христианин Иоанн. Он попал в плен, часто вот эти вот столкновения бывали, наши попадали в плен, и он там смиренно выполнял все труды и был благочестив, молился. И вот когда ему предложили принять ислам, да, то он наотрез отказался, сказал, я христианин, я вот служу Господу моему, и его истязали, и умертвили, и вот там проливается кровь христианских мучеников. И из-за того, что вот эти были набеги, то Иван Грозный, он и пошел войной на Казань в 1552 году и захватывает, да. Ну, я, конечно, не знаю, каким образом вообще родителей святого Ермогена занесло вот в те края, но русские на самом деле, они в разных местах селились, и вот он рождается именно там, но первое его имя было Ермолай в крещении. Он Ермолай, он жил, наблюдал вот татарские нравы, да, вот очень непросто, и он с юности возрастал как такой очень твердый человек, который был готов к любым поворотам, потому что со всех сторон, ну, мягко говоря, вот не совсем расположенные были люди в то время, и вот только когда Казань была захвачена, то вот пошел новый процесс, это христианизация, да, там уже присутствует вот русская власть, там начинает все перестраиваться, прекращены вот эти набеги на нашей территории, то есть как бы Иван Грозный, он сделал такой как бы превентивный удар, чтобы устранить вот эти угрозы, и после этого действительно там появляются и храмы, и сами татары начинают принимать крещение, и вот точно вот был ли это высокий род или низкий, неизвестно, но скорее всего, если бы род священномученика Ермогена был высоким, то непременно это было бы вот четко записано, да, и там у некоторых уже фамилии появлялись, и кто-то предполагает, что он из донских казаков, а казаки, они бывало там селились там и сям, но как бы там ни было, Ермолай, будущий священномученик Ермоген, он становится священнослужителем, он принимает священный сан, то есть у него была супруга, и вот он совершает свое служение при храме святителя Николая Чудотворца на гостином дворе, так называемая гостинодворская церковь святителя Николая Чудотворца, на этом дворе приезжали разные купцы, его там торговали, оставались там, и поэтому туда приходило много людей, и вот храм, он в каком-то смысле тоже привлекал народ, и отец Ермолай служил в этом храме, проповедовал, даже стал протопопом или протеереем, и вот именно с ним как раз связано, в каком-то смысле с ним связано вот это вот чудо-явление казанской иконы Божией Матери. А как связано? А дело в том, что это случилось именно в пределах его прихода, отца Ермолая, когда в 1579 году в Казани пожар возник, дома охватывало пламени, там горели, все уничтожалось в этой страшной стихии, и даже так вроде, что как раз пожар начался где-то в пределах двора служивого человека Анучева, и потом как раз, когда уже все, пожар прекратился, то именно вот дочка этого человека, маленькая девочка Матрона, ей было 9 или 10 лет, около того, совсем маленькая, она вдруг говорит, что ей видение явилась сама Пресвятая Богородица и сказала, чтобы раскапывали вот эти вот завалы, и там находится ее чудотворная икона. Ну, а девочку никто не слушает, ну, мало ли что там во сне приснилось. Вот ей второй раз Божья Матерь является, она опять говорит, передает митрополиту, митрополиту, ну, через родителей, через взрослых людей, там, посадским людям и прочим, они не обращают внимания. Тогда третий раз является Божья Матерь, и уже даже строго говорит, что иначе они будут наказаны. Ну, тогда вот митрополит Иов, тогда на тот момент был митрополит Иов в Казани, он прислушался, велел, чтобы начали раскопки вот примерно в том месте, как она указывала, но не могут найти, и тогда сама девочка Матрона, она начинает тоже копать, и вот именно она находит эту икону, казанскую икону Божьей Матери, которая впоследствии как раз воодушевляла наше ополчение, да, ополчение, спасавшее Москву. И Ермолай, будущий священномученик Ермоген, он находился тут же, и когда митрополит принимает икону казанскую из рук девочки, он дает ее в руки отцу Ермолая, и именно он ее несет, как бы символизируя, что он и будет одним из таких наших ведущих лиц в освобождении от всех вот этих иноземных влияний, от польско-литовской интервенции, и вот он несет, приносит на площадь, осеняет народ, да, и потом икона, конечно, хранится в чести, именно отец Ермолай, чуть погодя, он описывает все эти события, вот это чудо-явление иконы Божьей Матери людям. Именно он, ну уже по принятии монашества, когда он уже отец Ермоген, он пишет службу в честь казанской иконы Божьей Матери, и знаменитый тропарь, вот это одна из наших лучших молитв Божьей Матери, заступница усердная, мать и господа вышника. Написан вот этот тропарь, эта молитва была именно священномучеником Ермогеном, так что почаще будем молиться этой молитвой и поминать наших молитвах, в том числе и священномученика Ермогена. Но вот в 1580-х годах у отца Ермолая умирает супруга, и он принимает монашеский постриг. Ему уже вот за 50 лет жизни, и причем интересная такая вот историческая деталь, что монашеский постриг он принимает в Москве в чудовом монастыре, он впоследствии называл этот монастырь обетным монастырем, в том смысле, что там он монашеские обеты свои произнес. И вопрос, почему именно в Москве-то? А дело в том, что это значит, что на него уже обращали внимание, как на очень такого вот стойкого, талантливого проповедника, священнослужителя, который может вести за собой других, и, видимо, уже рассчитывали на него как на иерарха, который может принести много доброй пользы русской православной церкви. И вот он возвращается в Казань, его действительно достаточно быстро ставят архимандритом, настоятелем крупного монастыря, а в 1589 году, это в то самое время, когда святитель Иов в Москве становится первым патриархом московским, именно в этот год, так сказать, второй, следующий патриарх московский, он в этот год поставляется митрополитом казанским. И святой Ермоген, вот да, с пострига у него же имя Ермоген, кстати, было такое еще написание не Ермоген, а Гермоген. Вот некоторое время писали так, но на самом деле святитель, он подписывался именно Ермоген, и впоследствии, когда в 1913 году была канонизация, именно так его и внесли в списки. Но, в принципе, если где-то вы читаете в книгах Ермоген, то тут какого-то особого греха нет, мы понимаем, что речь идет о том же самом святом человеке. И вот он ведет огромную просветительскую деятельность между татар. Многие крестицы, ну, собственно, крещения уже совершались почти 40 лет, да и до этого бывали крещения. Там, кстати, были случаи, когда татары принимали христианскую веру, вот были такие святые Стефан и Петр из новокрещенных татар, и сродники, сородичи замучили их. И вот эти вот, мы упоминали мученика Иоанна Казанского, который пленный был русский солдат, а были еще Петр и Стефан, тоже казанские мученики. И именно святой Ермоген, он как бы вот их память делает, открывает для всех, делает такой общеизвестный, вносит их в календаре, скажем так, в особое поминание им в храмах. Святой Ермоген, он также просит, чтобы был установлен особый день поминания воинов, погибших, сложивших на поле брани жизнь свою за веру и отечество, вот тех самых воинов, которые в 1552 году брали Казань, да, и вот их не поминали, и был установлен в казанских пределах особый день, это первая суббота после праздника Покрова Божьей Матери, когда поминались вот павшие христианские воины, ну, а святые Петр и Иоанн Стефан, вот они тоже, им особая память была, литургическая память. И вот, значит, он просвещает, крестит. Но там возникла такая ситуация, оказалось, что не так-то просто вот людей другого народа не просто крестить, а именно утвердить вере. Известно, что Святой Ермоген, он даже специально собирал новокрещенных татар, которые уже крещены, вот их вроде бы уже оглашали, но он их все равно собирал специально в соборе и лично с ними занимался, беседовал, учил, как правильно вести христианскую жизнь. И это, конечно, не всегда и не во всем получалось. Вот сохранились некоторые послания святого Ермогена, митрополита Казанского, как он пишет в столицу, в Москву, что часто крещеные татары, они как бы живут такой вот двойной жизнью. Они вроде бы сами крестились, но когда дети у них рождаются, они не приглашают христианских священников. Если только напомнить им, что надо там же имя нарекать по-христиански, а есть особое чинопоследование, надо крестить детей и так далее, причащать, вот они про это забывали. Если совершалось погребение, то тоже вот как-то не особо они вспоминали про христианское отпевание. Когда вступали в брак, то тоже не спешили к венчанию. Если совершалось венчание, то потом также вот и свои еще, уже совершенно не церковные были обряды. И тогда вот было такое постановление, что всех новокрещенных их поселили уже в отдельной слободе от некрещенных татар, выстроили им церковь и туда направили особых людей, которые помогали бы им возрастать в вере христианской. То есть даже вот такие меры особые предпринимались. И вот святой Ермоген, он еще о чем много переживал? О том, что чистота нравов, вот она была далека от идеала, потому что ну то казаки туда приезжали, то там еще к чего, там были пленные. И бывали, так сказать, вот иногда всякие там беспутные связи. И святой Ермоген, он всегда это очень жестко обличал. И там какие-то епитемии накладывал, и призывал к такому строгому соблюдению, и говорил, что вообще не надо жениться на пленных немках, потому что они вообще не крещенные. Ну, те, которые имели там, скажем, католическое крещение или протестантское. Вот в то время на Руси считалось, что это крещение совершенно недействительное, поэтому католиков и протестантов, их надо крестить по-нормальному, по-православному, и только тогда признавать их уже за настоящих крещенных христиан. И вот в такой строгости святой Ермоген проводил свою жизнь, как вдруг наступает смутное время. Нахлынуло оно внезапно. В 1598 году к власти приходит Борис Годунов, который сам-то не был царской крови, но род Ивана Грозного, он вообще Рюриковичей пресекся. Сын его Федор, Федор Иоаннович, и, кстати, Федор Иоаннович был очень благочестивый царь, и вместе со своей супругой Ириной они прославлены в лике местночтимых московских святых. Потомства не было, да, а Дмитрий Угличский, еще один сын Ивана Грозного, он был убит в 1591 году, будучи отроком. Затем он был прославлен в лике святых. И вот Борис Годунов приходит к власти, а на третий год начинается что-то странное. Летом стоят заморозки, урожая нет, то есть собирать хлеб не получается. Следующий год наступает, ситуация повторяется. Заморозки, урожая нет. Третий год, причем Борис Годунов даже открывал там царские вот эти закрома, чуть ли там не бесплатно раздавал пшеницу, но все равно кто-то наживался, да, вот идет дестабилизация, и ничего не получается. Третий год, опять, и все рушится. Есть такие предположения, что это связано было с извержением вулкана в Перу в 1600 году, и такая вот как бы вулканическая зима наступила, из-за этого вот эти вот летом заморозки, и, конечно же, пшеница она не могла восходить. Но люди всего этого не могли предполагать, ну и на самом деле-то и мы не знаем, может быть, есть какой-то вот божий промысл, какие-то свои планы, а люди посчитали, что раз вот такие бедствия и хлеб не родится, то, вероятно, что-то у нас не то с царем. Царь, видимо, не совсем законный, и раз так Господь нас наказывает. И тут как раз появляется весть о том, что оказывается царевич-то Димитрий, законный царевич, жив, он вовсе не убит в Угличе, и просто он некоторое время, так сказать, спасался, и теперь он объявляется как законный царь и движется к Москве, чтобы принять свои, относящиеся к нему законные полномочия. И вот так вот появляется на арене Лжедмитрий Первый. Что это была за личность, сказать очень трудно, там считали, что это может быть беглый Григорий Отрепев, да, вот Гришка Отрепев, и Растрига из монахов, но все-таки по манере поведения Лжедмитрий Первый, он не походил на простого человека, у него были изысканные манеры, то есть он явно воспитывался где-то не здесь, он приходит при польской поддержке. И может быть оттуда-то он как раз и готовился, и был заслан, причем сам Лжедмитрий Первый был убежден, что именно он и есть действительно вот сын Ивана Грозного, законный наш царь. И вот Борис Годунов пытается как-то противодействовать, там какие-то сражения, вроде бы где-то победы, но потом все валится из рук, и Лжедмитрий с польскими войсками приближается к Москве, и в этот момент Борис Годунов умирает. Воцаряется его сын Федор. Федор Борисович, это был один из достойнейших людей на самом деле, Федор Годунов, очень образованный, он очень много думал о том, чтобы просвещать Россию, у него было много планов, но он правил всего лишь около 40 дней, то есть чуть ли там не на 40-й день после смерти своего отца он был уже убит. И вот тут уже явный такой грех цареубийства, и наступает вот полная смута, 1605 год, Лжедмитрий вступает в город Москву, в сопровождении поляков, его жена Марина Мнишек, которая демонстрирует католицизм, и тут что? Значит, происходит, конечно, брожение умов, а сам Лжедмитрий, он пытается всячески завоевать симпатии населения, он пытается освобождать от налогов, старается быть доступным для всех, выслушивает просьбы, одаряет милостыней, но при этом явно показывает такие вот прокатолические тенденции, прокатолические интересы. И в патриархе изгоняют патриарха Иова, а там как получилось, что вот как только Лжедмитрий, он воцарился, то был создан особый такой сенат, рядом с ним, ну как бы с царем, да, и туда вот разных знаменитых людей, вот в том числе и Ермогена, святители Ермогены приглашают из Казани, и святой Ермоген, так же, как и патриарх Иов, они четко говорят, что царь должен быть исключительно вот православным, ну он как бы показывал себя, как православный, как будто, а вот супруга его, Марина Мнишек, она ведь была из католичек, и они настаивают на ее православном крещении, на законном браке, и тогда святого Ермогена изгоняют из Москвы вообще, да, а святого Иова его не излагают с патриаршества, с него сдирают все одежды архиерейские и отправляют его в Старицкий монастырь, ну там в монастыре к нему Дионисий Радонежский был игуменом, и он относился к нему очень благосклонно, всячески поддерживал, ну а патриархом Лжедмитрий решил избрать человека, который был угоден Западу, таковым стал грек по имени Игнатий, он занимал кафедру Рязанскую, и вот его возводят с тайной целью о католичивании Руси, впоследствии, кстати, когда он уже бежал, уехал за границу, там он принимает католицизм, там он вступает в унию с Римом, фактически предает православие, и можно понять, что ожидало русскую церковь и русский народ, если бы все эти вот планы, польские планы, планы Речи Посполитой, они реализовались бы, и вот идет такое смутное, на самом деле, время, священномученик Ермоген, он, конечно, молится, молится святой патриарх Иов, который в изгнании, и вот проходит примерно около года, так как никакая революция, она не проходит спокойно, никакие бунты не оканчиваются миром, то непременно возникает внутреннее брожение, и бояре начинают понимать, что что-то все-таки здесь не то, и вот этот лжедмитрий мало чего хорошего несет, и, в общем, буквально через какой-то год его не спровергают, заговор возглавляет Василий Шуйский, который сам до этого был уже приговорен лжедмитрием к смерти, и им удается устроить так заговор, что лжедмитрия убивают. Потом ходили там всякие легенды, как его закапывали, как он вдруг оказывался в другом месте, что земля его не хотела принять, но на самом деле потом его действительно выкопали, труп лжедмитрия сожгли, остатки зарядили в пушку и выстрелили в сторону Польши, откуда он и пришел. Вот таким образом поступили русские люди не особенно церемонию с телом вот этого мошенника. А власть оказывается в руках Василия Шуйского. Он, конечно, тоже был, может быть, несколько сомнительного происхождения, но все-таки народ присягнул ему как царю, он становится законным царем, и вот именно Василий Шуйский приглашает как раз святого Ермогена на патриаршую кафедру. Святитель Иов уже по состоянию сил, здоровья отказался от патриаршества, и приезжает святитель Ермоген, это 1606 год, и становится патриархом. И вот это было спасением для Москвы на самом деле, потому что дальше смута, она только продолжалась. Василий Шуйский, вступив на престол, он урезал многие свои царские права в пользу бояр, они там постоянно давили. При этом народ его не очень уважал, считая, что он боярский царь, он выбран не от земского собора, не от народа, а, понимаете, не было таких вот срез массовой информации, не было мобильной связи, не публиковались газеты, и люди часто жили слухами, и какими-то сплетнями. И вот начинают возникать вдруг слухи, что на самом деле царевич Дмитрий все-таки не умер, не погиб, что он где-то скрывается, он еще появится, и тут в разных местах начинают, появляются всякие там волнения. Болотников поднимает, вот восстание крупное, мощное, и там ряд городов к нему присоединяются. А потом появляется и Лжедмитрий II, да, вот он известен нам как Тушинский вор, потому что впоследствии он именно в 12 километрах от Москвы, от той Москвы, которая тогда была, в Тушино расположился. И вот накаляется ситуация, и оказывается один человек, это святой патриарх Ермоген, который совершенно не сгибаем, не преклонен, он твердо стоит на позициях православия, патриотизма, ничего польского, ничего католического, никаких уступок Западу. При этом он часто, конечно же, попрекал самого царя Василия Шуйского. Он, святой Ермоген, он действительно был очень такой жесткий, он прямо говорил, если он с чем-то не соглашался, он ругал царя, но, как только другие люди начинали оговаривать царя и хотели свергнуть его, он тут же принимал сторону царя и говорил нет, потому что какой бы он ни был, это наш царь, это наш законный правитель, и выступать против помазанника Божия мы не должны. И вот эта уникальная вещь, то есть, будучи неподкупным, да, с такой вот чистой, острой совестью, обличая власть, он все-таки выступал против всякой анархии и не позволял тем, кто хотел свергнуть Василия Шуйского. И вот, братья и сестры, что очень важно, священномученик Ермоген, он проводит всенародное покаяние. Иногда вот, в наше время мы как-то вспоминаем про то, что народ должен там покаяться, да, то, что вот царь был убитый, и так далее, и тому подобное. На самом деле, действительно, в истории церкви был такой один раз чин, но он именно был с благословения патриарха святого Ермогена, даже с благословения двух патриархов, потому что священномученик Ермоген приглашает святого патриарха Иова из Старецкого монастыря. И вот представляете, это просто уникальный случай. Ну, они вдвоем, да, потому что они же никогда не противоборствовали друг с другом, никаких распри у них не было, два святых патриарха, один его несправедливо изгнали, но по сути он остается все равно патриархом, хотя он и на покое, да, а другой вот действующий патриарх, патриарх Ермоген, и поэтому Ермоген, он был в полном патриаршем облачении, а святой Иов, он рядом стоял в простых иноческих одеяниях, в простой иноческой рясе, и они вдвоем, они до этого сочинили, ну, составили особый чин покаяния, и народ стекался вот в Успенский собор, собрались в условленный день, и архидиакон читал покаяние от лица всего народа, особые покаянные моления пред Богом за то, что, понимаете, присягу же дали Лжедмитрию Первому, на самом деле, то есть мошеннику дали присягу, а до этого был убит царский сын, ну, на самом деле уже царь, вот сын Бориса Годунова, Федор, вот тот прекрасный, очень талантливый, образованный юношек, на которого многие возлагали надежды, он был задушен, прям буквально вот на глазах своей мамы, и вот этот страшный грех цареубийства нуждался в покаянии, и в этом как раз каялись всенародно, и слезы лились ручьем, все плакали, и потом царь Василий Шуйский просит прощения, как бы от лица всего народа, и именно святой Иов, патриарх Иов, который стоит в простых монашеских одеждах, он преподает благословение, прощение, разрешение от этих грехов, и это имело колоссальное действие на людей, но, правда, не скрою, что в основном здесь вот собраны были московские люди, то есть московские люди, из других городов вот не очень съезжались, и проходит небольшое время, и все равно не удается вот консолидировать народ, удержать его в единстве, потому что вот это вот Болотников, а сами там, понимаете, бояре, князья, они то туда скакали, то сюда, то поляков поддерживают, то потом обратно, то кто-то Болотникова поддерживал, кстати, и князья поддерживали, и казаки то там, то сям, то они, значит, против царя, то они за царя, то опять они грабят народ, вот поэтому потом во второе ополчение уже решили их казаков вообще не включать, да, ну, были, конечно, и благочестивые казаки, и вот начинаются эти смуты, и брожение среди людей, и патриарх Ермоген говорит, что надо наложить пост, молитвы, и как только это предприняли, тут же Болотников был разбит, но, да, причем именно священномучий Ермоген, он заранее говорил Василию Шуйскому, что надо нанести вот решительный удар по врагу, да, ну, и казалось бы, как так вот, священнослужитель, который говорит, что надо вот с оружием в ругах поразить врага, а ведь если этого не допустить, то будет страшное разорение, страшное кровопролитие, и так и получилось, и в каких-то вот, в какие-то мгновения Василий Шуйский вот упустил нужный момент, и Болотников он выходит, а там появляется вот этот еще и Лжедмитрий II, происхождение с которого весьма тоже темно, но он располагается лагерем возле Москвы, и пытаются Москву охватить в кольцо. Из-за полуосадного положения в Москве начинается голод, священномучий Ермоген открывает храмовые запасы, по дворе Троица Сергия у монастыря, там были запасы ржи, и он велит, чтобы это по очень низкой цене предлагалось людям, чтобы не было голода, и ситуация потихоньку накаляется, и многие недовольны Василием Шуйским. Священномучник Ермоген, он пишет свои грамоты, послания, он рассылает им по городам и говорит, что мы твердо должны держаться за законную власть, что царевич Дмитрий давно был убиен и ныне уже причислен к лику святых, а мошенник, который выдавал себя за царевича Дмитрия, он уже погиб, и все, поэтому не надо слушать и доверять никаким сплетням, и вот поскольку появляются уже польские войска, которые поначалу они поддерживают дж. Дмитрия II, это вот Сапега, Лисовский и много других вот всяких отрядов, и они начинают рыскать по городам, разорять селения, грабят храмы, монастыри, многих убивают, да и сами города оказываются в волнении, и некоторые города даже склонялись в сторону Лжедмитрия II, и священномучник Ермоген проповедует, а Василий Шуйский пытается как-то договариваться, и вот тут, конечно, появляется такой вот новый молодой герой, это Михаил Скопин-Шуйский, который был талантливым полководцем, и он начинает разбивать вот эти вражеские войска, он вначале разбил Болотникова, а так как сил еще было мало, то вот Василий Шуйский договорился со Швецией, и дал вот некоторые территориальные уступки Швеции взамен военной помощи, приезжает шведский военачальник Делагарди, который вместе со Скопиным-Шуйским, вот они направляются против вот этого Тушинского вора, чтобы воевать, а этот момент использовал польский король Сигизмунд Третий как некий вот предлог для ведения своих войск, и он говорит, ну раз вот вы там пригласили шведов, а шведы мои враги, то я вынужден вступить тоже в пределы России, и он приезжает, в общем, в итоге осаждает Смоленск, и ситуация совершенно оказывается нехорошая, и бояре пытаются не спровергнуть Василия Шуйского, да, это уже то время, когда идет осада Троица Сергиева монастыря, 16 месяцев выдержала обитель преподобного Сергия, и не сдалась, но многие города и многие монастыри были захвачены и разорены, во многих обителях монахи и монахини вырезаны были полностью, и вот среди такой полной дестабилизации бояре хотят не заложить Василия Шуйского, сначала в 1609 году, но выходит священномученик Ермоген и произносит такую речь вот в защиту царя, что нет, вот нельзя, проходит какое-то время, тут, значит, появляются опять вот эти вот поляки, и получается, что уже Сигизмунд Третий, он сам лично претендует на русские земли, и он выдвигает своего сына Владислава, тогда, значит, этого Лжедмитрия Второго его уже в сторону отодвигает, и потом он был убит одним из своих спаспешников, многие переметнулись уже к польскому королевичу Владиславу, и вроде как бы его предлагают на царский трон в город Москву, и многие бояре вот оказались такие неуступчивые, они не излагают Василия Шуйского, вторая попытка оказалась удачной, а с чем это еще было связано? Это было связано с тем, что Михаил Скопин-Шуйский, вот этот талантливый полководец, который освобождал один город за другим, который разбивал врагов, вдруг он был отравлен, и в общем-то некоторые такие сведения говорят, что отравление сходило из среды родственников царя Василия Шуйского, потому что боялись, что Михаил Скопин-Шуйский, который пользовался всеобщим уважением, любовью народа, что он может сам претендовать на царский трон, но как только его отравили, все, на фронтах пошли поражения, и поляки, уже теперь поляки подступили к Москве, и внутри Москвы бояре не залагают Василия Шуйского, священомученики Ермоген все равно пытается как-то защитить законную власть, ну плохой-неплохой все-таки наш царь, нельзя все разваливать до конца, бояре не слушаются, не залагают его, и значит потом предлагают уже царевича, точнее королевича польского Владислава, и патриарх говорит, что у нас же может быть только православный правитель, который вот четко и всецело защищает интересы своей страны, и вот когда бояре всячески настаивали на кандидатуре Владислава, когда все вроде уже готово, а патриарх все равно говорит, что нет, из-за того, что он не принимает православие, я не могу его признать, и один из бояр, салтыков, буквально замахнулся ножом на святого патриарха, а в ответ тот перекрестился и смело сказал, что вот крестное знамение против твоего кинжала, я не боюсь тебе, да будет тебе проклятие за то, что ты делаешь против нашего народа, ну, тот сразу как бы испугался, даже попросил прощения, а потом, кстати, именно салтыков, когда вот уже патриарх Ермоген сидел в темнице, именно салтыков был одним из его притеснителей, который вёл надзор такой вот за заключением патриарха, но всё равно Господь всё расставил на свои места, и вот идёт препирательство, и мы знаем, как бояре пытались давить на священомученика Ермогена, как они пытались продавливать всё-таки, в конечном итоге им удалось договориться с королевичем, и представляете, что опять-таки вот происходит опять второй раз на те же самые грабли, люди приносят опять в Москве присягу, как когда-то Лжедмитрию Первому, так и теперь они приносят присягу королевичу Владиславу, сыну польского короля Сидизмунда, но была такая вот договорённость, что всё-таки он примет православие, он крестится в православную веру, он выведет все польские войска, и просто вот для стабилизации политического по политической обстановке в стране, вот он будет таким правителем. Но на деле оказалось, что королевич Владислав не собирался расставаться с католицизмом, то есть он внёс с собой совершенно другую культуру, совершенно другие цивилизационные идеи, и с ним приехало много иезуитов, и вот эти иезуиты ставили целью окатоличивания России, и там было очень много планов, это уже всё раскрыто в истории, как они хотели через образование, через поставление своих людей потихонечку приводить Россию к унии, через унию подчинение Папе Римскому, и вообще как бы слиянием с этой западной цивилизацией, которая к нашему времени, к сожалению, совсем прогнила, и вот священномученик Ермоген, он как раз, пожалуй, единственный в тот момент выступил с громким таким ясным твёрдым словом против всего этого, он говорил остановитесь, вы же предаёте дом причистой Богородицы, вы же предаёте свою присягу православному царю, и говорит, что я освобождаю всех от присяги королевичу Владиславу, и все города должны объединяться на борьбу и освобождение Москвы, а тем временем вот эти вот бояре, они уже ввели поляков внутрь Москвы, и Сигизмунг, который осадил Смоленск, он уже сам претендовал на всю Россию, он хотел создать такую вот огромную империю, ну, знаем, существовала Речь Посполитая, и хотели Россию включить как бы туда, да, и земли уже он намечал, кому он раздаст русские земли, вот только священномученик Ермоген и ряд там еще других людей, вот они стойко держались, проповедовали, и благодаря им все-таки дух православный в Москве не был сломлен. И вот представьте, братья и сестры, что именно священномученик Ермоген, именно он первый высказывает и выдвигает такую мысль, что в цари надо избрать Михаила Романова. Там он двух кандидатов выдвигал, Михаила Романова и Василия Голицына из княжеского рода, и там немножко из-за этого, конечно, ситуация стала меняться, вот, и многие прислушались к нему, но в основном бояре, там была вот эта семибоярщина, семь бояр руководили Москвой, они сами, конечно, спорили друг с другом, но думали, что сейчас лучше подчиниться католикам, и они противостояли патриарху, а Василия Шуйского в итоге так вообще и услали, и если посмотреть, Василий Шуйский это, наверное, самый несчастный царь из всех царей России, потому что он приходит в смутное время, его не уважали, хотя поддерживал его святой патриарх Ермоген, его не залагают и вообще отсылают его в Польшу, где были очень унизительные такие условия существования, он должен был при появлении короля Сигизмунта падать на землю, поклоняться, и так вот там он в Польше и умер, уже потом удалось вернуть его тело, да, не дай Боже, кому-то вот такой еще участи, как участь царя Василия Шуйского, а святой Ермоген он продолжает проповедовать, и так как поляки уже вошли внутрь, да, то, а люди слушают святого патриарха, то нарастает такое внутреннее противостояние, и в общем тогда что получается, что поляки, они как бы оккупируют Кремль, ну в общем Китай город тоже отчасти, но в основном Кремль, а люди уже там вот всякие волнения, и вот Прокопий Липунов, который, ну он то там, то сям был, то он поддерживал каких-то повстанцев, то потом вот туда, и он прислушившись, все-таки откликается тоже на призывы патриарха, организуется первое ополчение, и видя, что слово патриарха, оно действует на людей, тогда его заключают, при этом, как получилось, что в 1611 году, там вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье, и нужно было вот это шествие на осляте, да, и патриарх, он заранее сказал, чтобы люди все-таки и духовенства не появлялись во избежание резни, потому что много было вот этих польских войск, и фактически он в одиночестве, в одиночестве совершил вот это шествие на осляте, это древний такой русский обряд в этот день, и потом из-за того, что он отказывается приснать царевича Владислава, отказывается от рассылки своих грамот, его как бы изолируют от людей, и в конечном итоге его помещают в чудовом монастыре, там в какую-то темницу, в подвал тесно его поместили, но и оттуда он умудрялся слать грамоты. Каким-то образом вот удавалось некоторые люди, они то ли договаривались с охраной, то ли чего, и в общем удавалось получать доступ, и он писал грамоты и рассылал их по всем городам, начиная, кстати, с Казани, с родного города, и архиепископ Казанский прислушивался, точнее, митрополит Казанский прислушивался к патриарху Ермогену, и потом в итоге это с Казани и с Нижнего Новгорода пошло ополчение, но первое ополчение, оно, конечно, завершилось таким провалом, когда вот святой Ермоген сидит уже в тюрьме, да, на него давит, ему говорят, что, ну, давай вот ты уже скажи, что ты признаешь польскую власть, а, кстати, самому святому Ермогену в этот момент был уже 81 год, вот представьте себе, ну, куда там, да, и тут он узнает, что ополчение, подошедшее к Москве, распадается, потому что Прокопия Липунова убивают, остатки ополчения расходятся кто куда, и казалось, все рушится, сам патриарх в этой сырой темнице, он, дело ополчения рухнуло, ему 81 год, значит, все уже как бы провал, но он продолжает молиться, и все равно появляется такая возможность, он шлет последнюю свою грамоту, и вот эта грамота, призывающая людей постоять за дом при чистой богородице, организоваться против вот этих иноземных войск, иноземного влияния, грамоты попадают в Нижний Новгород, и там откликается Косьма Минин, а Косьму Минину до этого было явление преподобного Сергия Радонежского, ведь Минин, он, ну, простой, как бы сказать, купец, он торговец мясом, он не считал себя каким-то организатором, народным лидером, торговец обычный, и вдруг ему является преподобный Сергий и говорит, собирай казну, организовывай ополчение и призывай всех идти освобождать Москву, он не послушался, потом второй раз тоже как-то, и третий раз является ему преподобный Сергий и призывает его к этому делу, и говорит, что Господь, есть воля Божия, воля Господа, освободить Москву от еретиков и от всех вот этих иноземных врагов, и тогда вот он принимается за это дело, и грамота святого патриарха Ермогена, она играет здесь ключевое, ключевую роль, ключевое значение, и вместе с князем Дмитрием Пожарским, до этого Дмитрий Пожарский получил очень сильную рану в первом ополчении, тяжелую рану, но он уже пришел в себя, и вот они приходят и освобождают Москву, но, к великому сожалению, святой патриарх Ермоген к этому моменту уже почил в феврале 1612 года, потому что, когда оказалось, что вот он не сломлен духом, да, и он смог, даже будучи в заключении, организовать русских людей на освобождение Москвы, то с ним поступали совершенно уже жестко, ему раз в неделю давали, кидали сноп овса, чтобы он питался этим, и давали немного воды, и вот так вот от голода и жажды он умер, да, но все понимали уже, что именно священномученик Ермоген это вот не только святой человек, святой предстоятель русской православной церкви, но и подлинный герой, защитник своего отечества, через 40 лет обретены были его мощи в нетленном состоянии, а когда в 1913 году отмечалось 300-летие рода Романовых, как раз избран-то был ведь Михаил Романов, на которого и указывал святитель Ермоген, то в 1913 году состоялось прославление, всеобщее прославление, канонизация священномученика Ермогена. Вот такая удивительная личность, конечно, время было очень трудное, сложное, смута поглощала людей, и святому Ермогену, который никогда не строил каких-то вот карьерных планов, ему пришлось участвовать в этих вот политических всяких баталиях, отстаивать законную власть, законного царя, противодействовать иноземным влияниям, и благодаря тому, что за ним была внутренняя правда, и то, что он всегда полагался на Бога, Господь даровал победу. Вот поэтому нам нужно, конечно, молиться святому Ермогену, чтобы его молитвами Россия ограждалась от всяких бед, тоже от всяких иноземных влияний, чтобы было восстановлено единство, подлинное единство и русской церкви, и российского государства в тех пределах, в которых Господь и судил быть, исторически судил быть российскому государству, да поможет нам в этом священомученик Ермоген. Святые священомученики Ермогене, моли Бога о нас! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok